В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Учебная тренировка по разминированию бомбы прошла во дворце спорта Видное. Такие мероприятия мы проводим на регулярной основе. Глава муниципалитета Алексей Спасский провел прием жителей. Мы впервые ощутили, что у нас есть конструктивный диалог. В детской школе искусств Видного 60 лет. Учебная тревога сегодня прозвучала во дворце спорта Видное. По инициативе Управления по территориальной безопасности администрации муниципалитета здесь была проведена межведомственная тренировка по отработке действий в случае заминирования здания. Насколько слаженно отработали специалисты, узнаем у Юлии Пагасьян. Нет, никого не пускали. Сегодня утром охранники дворца спорта Видное на первом этаже здания обнаружили подозрительный сверток. На первый взгляд самодельное взрывное устройство. Тут же сообщили диспетчеру, который позвонил в службу 112. Все двери немедленно разблокировались и сотрудники дворца спорта покинули помещение кратчайшим путем. По радиосвязи постоянно транслируется информация, как сохранять спокойствие и что делать, пока ситуация не нормализуется. Буквально через несколько минут на место стали съезжаться сотрудники правоохранительных органов, а за ними врачи скорой помощи, МЧС. И вот в здание входит кинолог со специально обученной собакой. Так выглядели бы действия персонала дворца спорта и межведомственных служб в случае выявления террористической угрозы. Сегодняшний же инцидент проходил по заранее отработанному сценарию. Такие мероприятия мы проводим на регулярной основе. Задачами и целями данной тренировки было не только проверка действий персонала дворца спорта, но и отработка взаимодействия подразделений и служб городского округа Ленинский. Собака на муляж взрывного устройства не отреагировала, а значит и угрозы теракта не было. Сотрудники кинологической службы сверток изъяли для дальнейшей работы с отпечатками. Это стандартная процедура в подобных ситуациях. Все перебыли вовремя, все сработали достаточно на высоком уровне. В принципе вопросов нет. Я думаю, что работа удовлетворена. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, в случае выявления вами подозрительных предметов не прикасайтесь к ним и сразу сообщите о находке охранника учреждения или звоните в единую диспетчерскую службу 112. В условиях сложной эпидемиологической обстановки прием населения главой Ленинского городского округа перешел в онлайн-формат. Жители деревни Лопатина, у которых накопилось множество вопросов, решили воспользоваться этим способом связи. Подробности у Екатерины Борисовой. Частые и продолжительные отключения электроэнергии, уничтожения многовековых дубов и занесенные в Красную книгу «Черные ольхи». Периодические выбросы нечистот с КНС в водоемы. Проблем у жителей деревни Лопатина в последнее время хватает. 9 мая в канун праздника 70-летия Великой Победы в районе КНС Государев Дом выброс нечистот, аварии устранили только 16 мая. Затем 12, 6, 16, 10, 28, 10, а теперь прошедшая неделя увенчалась экологической катастрофой в деревне Суханово засорен пруд. Водоносный слой будет испорчен. Вопросам нечего будет пить? Ну, естественно, естественно, вода будет заражена. Общего пользования колодец внизу тоже самое. Он находится ниже по уровню. Жители также волнуют транзитный транспорт, который с большой скоростью ездит по центральной улице деревни. Движение очень насыщенное, тротуаров вдоль домов нет, поэтому жителям приходится идти по проезжей части. Установленные не так давно на въезде в деревню знаки «Жилая зона» не смогли повлиять на ситуацию. Вот это место, оно очень опасное, потому что вот здесь идет крутой подъем. Машины разгоняются для того, чтобы сюда заехать. Там слепой поворот, машины не видят, куда они сворачивают. И вот здесь постоянно идет разгрузка крупногабаритного мусора. Шины, диваны, кресла. Мы предлагали множество решений проблем. Это и обустройство тротуаров, это и установка знаков, это установка искусственных неровностей. И надеемся на установку шлагбаума в конечном итоге, как это сделано в соседних деревнях Спирово, Суханово, Жабкино. Еще одна проблема – мусорная площадка, расположенная рядом с разрушенным зданием бывшего дома культуры. Жители просят ее перенести с главной улицы, снести ветхое строение и на ее месте возвести что-то для детей и молодежи. Для решения этих проблем они обратились к главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому, который ввиду напряженной эпидемиологической обстановки предложил им встретиться онлайн. Администрация главы района предложила нам онлайн-прием, то есть такая современная форма. Мы считаем, что она очень такая продуктивная должна быть и перспективная. Это очень удобно. Мы видим, что пришла очень хорошая креативная команда. Во всяком случае, мы впервые ощутили, что у нас есть конструктивный диалог. В ходе разговора глава округа заверил жителей, что транспортный вопрос планируется рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения в ближайшее время. Сегодня мы встречаемся в очередной раз с жителем, активным жителем, с депутатом городского округа на месте в деревне, для того, чтобы рассмотреть еще возможные варианты ограничения транзитного движения через дерево. Далее эти варианты, о которых мы и договоримся, будем выносить на комиссию по безопасности дорожного движения для принятия решений. Все остальные вопросы Алексей Спаский пообещал взять под личный контроль. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. 35-летний Валентин Ткачев оказался самым молодым пациентом отделения кардиологии в РКБ. Врачи вылечили его от COVID-19. Случай оказался непростым, ведь мужчине требуется пересадка сердца. Но в РКБ его привезли на скорой, не для трансплантации. Он заразился коронавирусом и находился в тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента. Приступы происходят. Давление падает 50 на 60. Много чего. Головокружение, иногда трудно встать. А часто ли приступы такие бывают? Такие? Часто, но сейчас их нет. Серьезные проблемы с сердцем начались у Валентина в 2012 году. Уже больше полугода он ждет пересадки. Витовская больница принимает не просто пациентов с коронавирусом. У всех, кто здесь находится, есть сопутствующие заболевания или травмы. Лечить таких больных непросто, но врачи справляются. Он поступил к нам в стационар 1 ноября. И буквально с клиникой коронавирусной инфекции, с высокой температурой, с двусторонней пневмонией. Через два дня у него клинически и лабораторно появились признаки цитокинного шторма, так называемого. Как рассказал заведующий кардиологическим отделением Дмитрий Орловский, на протяжении 10 дней пациент был в кислородной маске и после он пошел на поправку. Выпишут Валентина совсем скоро, но потом он вновь окажется в больнице для долгожданной пересадки сердца. Сейчас ему ищут донора. Детской школе искусств Видного исполнилось 60 лет. К юбилею учебного заведения руководство, преподаватели и воспитанники готовили большой праздничный концерт. Но из-за пандемии его пришлось принести в онлайн-формат. Подробнее о подготовке к мероприятию расскажет Дмитрий Книга. Праздничный онлайн-концерт по случаю 60-летнего юбилея детской школы искусств разделили на два отделения. В первом выступят преподаватели школы, а во втором ученики. Трансляции состоятся 19 и 20 ноября. Они будут размещены на ютьюбе, на сайте школы, в инстаграм, по соцсетям. Мы будем их размещать. Так что на любой площадке вы можете их увидеть. История ДШИ берет свое начало еще в 1955 году, когда в школе номер один появились первые музыкальные классы. Через пять лет в одноэтажном кирпичном доме на улице Школьная была открыта музыкальная школа. Позже она переехала в нынешнее помещение МФЦ, а в 2012 году в собственное современное здание. Все зависит и от настроя детей, и от той обстановки, в которой они учатся, в которой обучаются, какие инструменты их окружают, инструментарий. Конечно, это все подвигает, я думаю, и наших детей, их родителей, и педагогов тоже к такой творческой активности, к обучению детей. Сейчас проходят последние репетиции и запись номеров к праздничному концерту. К сожалению, из-за пандемии мероприятие пройдет без зрителей в онлайн-формате. Полный зал дает другое ощущение, ты чувствуешь эмоции зрителей, слушателей, энергетическая подпитка идет. Конечно, в онлайн-концертах это все немножечко по-другому, но мы знаем, что нас слушают, нас видят, поэтому тоже заряжаемся энергией. Супруги Татьяна и Александр Лисовцы исполнят на концерте произведение «Флюман» композитора Владимира Зубицкого. Воспитанники школы сейчас частично перешли на дистанционное обучение. Конечно, никакой онлайн-урок не заменит занятий с педагогом, но приходится приспосабливаться к таким условиям. Конечно, не хватает, допустим, какого-то очного общения, дистанционное обучение не совсем то, что хотелось бы, но это воспитывает в детях какую-то ответственность, регулярность в занятиях, то есть они становятся немножко взрослее. Согласны с преподавателем и юные музыканты, учащиеся с удовольствием посещают занятия, которые проходят в стенах школы. Здесь учитель больше видит, как я всё делаю, и если она не будет видеть, какие ошибки я делаю, то я не научусь на инструменте играть хорошо. Сейчас в ДШИИ обучаются около 1200 детей сразу по нескольким отделениям. Инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, хореография, вокал, театральная студия. Воспитанники становятся лауреатами престижных премий и победителями международных конкурсов. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Из-за пандемии проведение многих мероприятий оказалось под вопросом, в том числе и спортивных соревнований. Тем не менее, подготовка к ним активно ведется, в частности, в детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин». Как сейчас функционируют учреждения, узнал Максим Козлов. В бассейне «Дельфин» традиционно полно ребятни. Занятия на воде входят в расписание многих учебных заведений. Почти 3000 часов в месяц здесь проводятся занятия со школьниками муниципалитета. Ребята соскучились, поэтому очень много детей. Казалось бы, что боялись, люди должны бояться, дети боятся, но, увы, это далеко не так. И, наверное, радостно, когда ты видишь, что у тебя полный бассейн детей. Параллельно с любителями занимаются и профессионалы. Тренер Андрей Шишин воспитал немало успешных пловцов. По его мнению, сейчас, в период неопределенности, требуется повышенное внимание не только физической, но и моральной подготовки спортсменов. Будет Олимпиада, не будет, есть отбор, нет. Какие условия создадут, если и будет Олимпиада, на какой период закроют сборную, на полгода, чтобы иметь качественную подготовку. Выдержит это морально, спортсмен не выдержит. То есть у топовых спортсменов это все-таки имеет значение, потому что на кону слишком важный старт, на кону очень, не без того, сложная нервная подготовка, она еще будет в непонятных условиях. 11-летняя пловчиха Виктория Таранникова недавно отлично выступила на районных соревнованиях и готовится к областным. Среди спортсменов младшего возраста – золотая рыбка. В своих силах она уверена. На первенстве Ленинского района первое место, и в эстафете тоже первое. А там вот на рыбке тоже должна быть первая, там вторая. Чемпиона мира Ивана Гирева уже давно не именует восходящая звезда. На многочисленных соревнованиях он доказал, что способен на многое. Он готовится к состязаниям международным и тоже настроен решительно. Я не нервничаю. Я спокойно тренируюсь. У меня все по-домашнему. Надеемся, что все-таки Олимпиада состоится и пройдет отбор на нее в апреле месяце. Ну и будем отбираться. Такому оптимизму можно позавидовать. А сейчас, хотя занятия в бассейне проходят вроде бы в обычном режиме, здесь соблюдается ряд строгих правил. При входе это фильтр, проходят ребята, обязательно температура по семь человек на дорожке. Не более того должны быть. То есть четыре дорожки, это 28 человек должно быть. Не на одного человека больше. Ну и плюс ко всему, если мы на сборы посылаем, то это сдаем анализы. А так-то мы все проходили тестирование. И в условиях пандемии сотрудники бассейна «Дельфин» продолжают работу, чтобы их воспитанники и дальше радовали земляков своими победами. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.